Здравствуйте! Это суть дела. Государство решило поддержать нефтяной бизнес миллиардера Михаила Гуцериева, входящего в топ-50 богатейших людей России с состоянием 2 миллиарда долларов, по оценке Forbes. Компания «Руснефть», в которой Гуцериев является крупнейшим акционером с долей 60%, получила отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых от Федеральной налоговой службы. Отсрочка предоставлена до конца первого полугодия 2021 года и коснется выплат за февраль, март, апрель и май 2020 года на общую сумму 8 миллиардов 170 миллионов рублей. Поручителем по этой сделке выступила подконтрольная «Руснефти» ООО «Белые ночи», владеющая лицензиями на разработку западного риганского и тагринского месторождения в Ханты-Мансийском округе. Помощь за счет бюджета вовремя пришла к «Руснефти», которая столкнулась со сложностями после обвала нефтяных цен. 30 июля международное рейтинговое агентство «Мудис» заявило о возрастающей угрозе дефолта компании, включая возможную реструктуризацию долга в ближайшие 12-18 месяцев. На начало года у «Руснефти» был 1 миллиард 190 миллионов долларов долга и лишь 3 миллиарда рублей ликвидных активов на балансе. При средней цене нефти в 35 долларов за баррель компания, которая по оценке «Мудис» сгенерирует 10 миллиардов рублей операционного денежного потока, которого не хватит на обслуживание долга в 7 миллиардов рублей, капиталовложения в 19 миллиардов и выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 60 миллионов долларов. По данным «Мудис», с конца прошлого года «Руснефти» не удалось договориться о привлечении финансирования, которое могло бы улучшить трудное положение компании с ликвидностью. Крупнейшим кредитором «Руснефти» является банк ВТБ, которому компания должна перечислять по 91 миллион долларов ежегодно с 2020 по 2025 годы, а в 1926-м закрыть заим финальным платежом в размере 625 миллионов долларов. По итогам первого полугодия «Руснефть» отчиталась о чистом убытке на сумму 18,66 миллиардов рублей против прибыли почти 8 миллиардов рублей годом ранее. Снова государство проявляет заботу о миллиардерах, имея на руках 20 миллионов россиян, живущих ниже прожиточного уровня, который и так очень низок. Почему? «Руснефть» была создана Гуцериевым в 2002 году. Она входит в промышленно-финансовую группу «Софмар», принадлежащую тому же Гуцериеву. Выручка «Софмара» в прошлом году составила 800 миллиардов рублей. Это по нынешнему курсу около 11 миллиардов долларов. Против долга в 1 миллиард 190 миллионов долларов – это, согласитесь, очень приличная сумма, которая позволяет самостоятельно выплыть из якобы тяжелого положения компании. Кроме нефтяных активов, группа «Софмар» владеет крупными строительными и девелоперскими активами. АО «Моспромстрой» – это ведущий строительный холдинг Москвы. ГК А101 – в структуре активов группы 9 люксовых отелей в Москве, а также отелями в Минске и Астане, Националь, Интерконтиненталь Тверская, Шератон Палас, Мариот Грант, Мариот Роя Лаврора, Мариот Тверская, Хилтон Ленинградская, Ренессанс Минск, Астана Мариот. Общий номерной фонд этих отелей составляет 2794 номера. Общая площадь коммерческой недвижимости группы превышает 3,5 миллиона квадратных метров, и доход от сдачи ее в аренду в 2019 году составил более полумиллиарда долларов. В состав группы «Софмар» входит «Мвидео», крупнейшая в России компания по торговлю бытовой техникой и электроникой, поглотившая в 2018 году «Эльдорадо». Выручка компании в 2018 году превысила 420 миллиардов рублей, что позволило компании обойти основного конкурента в этом сегменте – компанию ДНС и занять первое место среди продавцов электроники. Летом 2018 года «Софмар» приобрела контроль в российской сети бытовой техники немецкой компании «Медиамарт». И это далеко не все. Просто нет времени перечислять все богатства Михаила Сафарбековича. Он еще и крупнейший меценат российской эстрады, автор текстов к попсовым песенкам. Почему надо помогать этому небедному человеку за счет бюджета? Мне это непонятно. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.